А вы видите какие-то опасности для России снаружи или изнутри? Я вижу снутри, изнутри и снаружи. Действительно, я абсолютно уверен, что на сегодняшний день Соединенные Штаты прежде всего, но не только, хотели бы увидеть смену власти в России. Хотели бы увидеть уход Путина и приходит кого-нибудь другого. И, конечно, сколько бы там ни говорил кто, но я убежден, что санкции направлены на это прежде всего. Что люди будут жить хуже. И тут очень тонкий расчет. Дело в том, что вообще советский народ, если взять советский, он никогда хорошо не жил. Он всегда жил плохо. И поэтому не стоял вопрос, что вот мы живем хорошо и вдруг мы начинаем жить плохо. Такого не было. Как жили в дефиците, так и жили в дефиците. А тут произошло что-то другое. Люди стали жить автомобили, магазины, куда не едешь в России, там пробки. Люди стали жить лучше материально, разумеется, но это для людей есть главное для большинства. Санкции приводят к тому, что люди начинают жить хуже. Реально хуже. Расчет простой. Эти люди, которые жили лучше, а их много, стали жить хуже и будут искать виноватого. И даст Бог, говорят наши, так сказать, коллеги, они решат, что это Путин. И вот это вот повернет. Это очень смешной расчет. Он, конечно, ничего не даст. И на фоне заявлений, что мы не хотим вредить народу. Наши санкции только направлены против конкретных плохих людей, против бяк разных. Ну, это все из области популизма. На самом деле это вот так вот. Значит, есть опасность этого? Вообще такого вмешательства, попытки как-то повернуть что-то внутри страны. Ну, есть. Есть, конечно. Но я считаю, что гораздо более опасно то настроение, которое создалось внутри страны в результате этого, в результате всей этой украинской истории, в результате аннексии Крыма или присоединениями, все равно какое слово употребить здесь. Этот взрыв весьма агрессивного патриотизма, который замешан на чувстве неполноценности, второсортности, нас не уважают, с нами не считаются. А вы это видите как массовое явление? Мне кажется, что да. Мне кажется, что вот эта вот нелюбовь к Западу и прежде всего к американцам, америкосы, пиндосы, вот это вот все. Ведь вот я сегодня у вас нахожусь в северной столице и был в той студии, в которой 30 лет тому назад мы проводили телемост вот в Сеатлу, Ленинград. Я очень хорошо помню, как люди в основном относились к Америке тогда. Значит, к Америке неважно, в смысле к Уолл-стриту, к капитализму, к Рейгану, это одно дело. К американцам очень хорошо относились. Я помню, как в студии приходили люди с цветами, с коробками конфет, чтобы подарить американцам, которые в Сеатле, правда, находятся. Но вот это внутреннее, вот такое вот. Американцы относились гораздо хуже. Гораздо хуже к этой аудитории. Сегодня никто с цветами не придет. Никто. Потому что к американцам изменилось отношение. А изменилось, потому что, ну, мы проиграли холодную войну раз. Мы оказались уже не на равных. Наша империя рассыпалась. И нам они дают понять, вы проиграли холодную войну, ну и сидите. Не возникайте. Вот мы решим, решаем, что надо бомбить Сербию. Ну и не надо лезть вам никуда. Мы бомбим, и все, и весь разговор. Вот это вот ощущение неуважения, что ли, и появления страны, которая себя считает номер один, безусловно, и которая не хочет, чтобы был какой-нибудь равный. Все должны быть второстепенными, или вторыми, и третьими, и восьмыми. Это очень трудно переживается народом, который долгое время считал себя первачом. И вообще, когда разваливается империя, это психологически очень трудная вещь. Это мы видим. Что было во Франции, когда Алжир, Марокко, вот Северная Африка, как Англия выходила из этого состояния. Это очень трудно, на самом деле, психологически. И на этом фоне возникают неофашисты, неонацисты, сверхшовинисты. Понятное дело. Это явление временное, но опасное. Потому что мы не знаем, насколько вправо, скажем, качнется этот маятник, который и в Европе качнулся вправо. Где он остановится в России? Остановится и ей. Опасность появления не авторитарной власти, а, скажем, тоталитарной власти. Вот это я рассматриваю как реальную опасность. Я не говорю, что это будет. И вообще, я ничего не предсказываю. Как я часто говорю, у меня был грустальный шар, когда я был совсем молодым. Я заглядывал туда и знал, что будет. Но потом из-за частых переездов я его потерял. И с тех пор. А потом и страх. Что стало, как бы уже не то совсем. Уже не расстреливали. И все это знание это рухнуло. Но страх это все-таки есть некоторая генетическая память. И очень легко сразу напомнить, что как было. Конечно, сейчас не так. Нечего говорить. Даже если тебе вламываются. Мы об этом говорим публично. Я могу сегодня вечером, когда буду выступать, об этом говорить. И меня не заберет никто. Я так думаю. Понимаете, о чем? Поэтому это не совсем так. Но. А некоторые. Может быть так сказать. Люди, которые управляют Россией сегодня. Это советские люди. Это люди, которые родились в Советском Союзе. Были пионерами. Были комсомольцами. Были членами партии. Это продукты другого общества. Они оказались в новом обществе. Это не Советский Союз. Они пытаются управлять так же. Мозги-то у них оттуда, а не отсюда. Они не знают, как справляться с этим. Им не понятно. А как делать? Че? Как? Ну как? Ну понятно как. Как привыкли. Ну как? Вот так? И больше никак. И я поэтому говорю. Ну давайте же не было несколько десятков. А потому что общество изменило. Пару десятков лет не было. Во время, значит, Ельцина был полный разгул. Каждый делал, что хотел. Все равно просто рассыпался. Меня извините, но это так. Я к Борису Николаевичу отношусь, несмотря на это, хорошо. Но поскольку он уже не управлял. Каждый сам. Борис Абрамович сам. Владимир Александрович сам. И так далее. Ну хорошо. А потом, когда порядок стали наводить. Что я тоже понимаю. И подавляющее большинство людей хотело этого. Ведь не любит Бориса Николаевича никто. Я уж не говорю. Ну я вам говорю. Ну 5% у него рейтинг. А у Михаила Сергеевича 2%. А у Владимира Владимировича 85%. Причем не ложные. Это правда абсолютно. Потому что это человек, который показал всему миру. Что с нами надо считаться. Что у нас есть кулак. Что мы большая важная страна. И очень многим это очень нравится. Но а как управлять этими людьми? После того, как они стали выступать. Они стали говорить. А как? Нету привычки. Нету понимания. Нет тонкости. Что вы думаете? Когда в Америке разогнали на Уолл-стрите. Вот это вот. Как называется? Я купаю Уолл-стрит. Да. Как? Дубинками, черт возьми. Ничего. Почему-то мы по этому поводу не переживали. Там переживали. Там же тоже. Когда понимают, что уже нет другого выхода. И это делают. Но все-таки это абсолютно крайняя мера. И она обычно очень местная. И это только если это очень немногие люди с этим как-то связаны. А у нас другой совсем. И я говорю, надо ждать два поколения, три поколения, чтобы появились люди с другими мозгами. Ну просто с другими.